Телекомпания «Несвятай» совместно с городским отделом образования предлагает своим телезрителям цикл передач, в которых опытные психологи дадут квалифицированные советы родителям по воспитанию детей. Первую передачу мы снимали в Центре психолога-медика социального сопровождения детей. Руководитель Центра Наталья Юрьевна Рекаева провела интересную беседу с родителями о воспитании подростков. Именно этот период взросления ребенка считается наиболее сложным и рекомендации по этому поводу будут всегда уместны. Наши замечательные ребята в этом возрасте как-то меняются. И вот мы почему-то как-то к этому не готовы. Я хочу сказать о том, что на самом деле нас никто никогда не учил быть родителями. Мы всегда думали так, вспоминайте свое подростничество, что вот я никогда так со своим ребенком не буду кричать так, как кричала на меня моя мама, или делать, как делает моя мама. Но когда мы становимся взрослыми, почему-то мы об этом забываем. Иногда очень часто кричим, так кричали нас родители, или что-то делаем не так. Но у нас никогда в жизни не было такого курса в школе, в институте, как стать родителем, как стать хорошей женой, хорошим мужем. Поэтому здесь немножечко я не хочу вас чему-то учить, потому что на самом деле я сама мама подростка, и меня, наверное, тоже многому нужно учить. Я хочу просто, чтобы после сегодняшнего нашей встречи вам просто стало интересно, что же такое психология подростка, а как вообще, что же делать с тем, что происходит. Я хочу вас сегодня озадачить на поиск, на решение проблем, озадачить на то, чтобы когда вы столкнулись с чем-то, вы уже знали, почему это происходит. А когда мы знаем почему, тогда мы знаем, что с этим делать. К определенному возрасту, где-то приблизительно к 10-11 годам, в организме нашего замечательного любимого человека, который называется наш сын или наша дочь, происходят изменения. Причем эти изменения не всегда сразу видны, да, то есть активизируется гормональный баланс. Самое чувствительное к гормону – это нервная система, нервные окончания. Именно поэтому наши ребята становятся такими эмоционально лоббильными, как мы говорим. Что такое эмоциональное? Эмоционально изменчивые. То есть, вот, допустим, он лег нормально спать, спокойно, вы его поцеловали, уложили, но сказки, наверное, уже не рассказываете, да, что-то приятное сказали, и вдруг утром встает раздражительный, злой, непонятно какой, да, и вы можете спросить, что произошло? Да ничего не произошло. Именно потому что гормон начинает воздействовать на нервную систему, и ребенок эмоционально нестабильный, изменчивый. У него за день может несколько раз меняться настроение. И если мы с вами это знаем, мы тогда, ну да, ну вот сейчас, да, он раздражается через 20 минут, и только тогда я к нему подойдут свои просьбы. А если мы с вами этого не знаем, мы начинаем сразу ругаться. Да что это такое, это почему такой раздражительный, да? Именно поэтому эмоциональная лоббильность является одним из качеств личности подростка, и это мы должны знать и принимать. Характер подростка становится акцентуированным, то есть заостренные черты характера, да? И вот ко мне часто приходят родители и говорят, ну золотой ребенок до третьего класса, ну, ну послушно, ну замечательно, и вдруг за одно лето что-то произошло, и я не знаю, что делать с этим ребенком, да? То есть все черточки характера, которые были сглажены в начальной школе, они становятся, да? То есть если он был немножечко, допустим, там, спорщиком, да, то в подростковом возрасте он будет спорить со всеми, с телевизором, с одноклассниками, с мамой, с учителем, да? То есть все черты характера заостряются, они как бы на грани, на пике становятся, да? Именно поэтому подростки в этом возрасте становятся вот такими заостренными в каждой своей черте, да? И поэтому мы можем уже, в принципе, прогнозировать в начале, значит, подросткового возраста, какая черта может заостриться. Половая идентификация. Начинают девочки внимательно смотреть, а как же вот женщины, да, одеваются, ведутся, начинают подражать, начинается поиск объекта подражания, да? То есть они начинают как-то себя приобщать, девочки к женскому полу, мальчики к мужскому, они начинают копировать стиль поведения. Ну, чаще всего это связано либо со звездами, реже всего это связано с мамой или с папой, да? Это реже всего связано, да? Дальше это новый образ физического я. Дети растут неравномерно, у кого-то начинают тянуться ноги, у кого-то руки, у кого-то, допустим, нос начинают, да? И дети начинают вдруг понимать, что с ними что-то происходит, да? И вот здесь как раз-таки кроется первый такой вот понтник, на который следует обратить внимание. То есть это первый возраст, когда начинают формироваться комплексы. Новый образ не всегда ими принимается, не всегда они, мальчишки начинают активно качаться, девочки начинают следить активно за своей внешностью. Акселераты, которые, они раньше времени взросли, да? Но есть еще и ретандарты, которые как бы тормозятся, да? Вот это очень переживают девочки, что вот у них вот грудь не растет, вот как-то вот они не так, да? Да вырасти, и когда вы будете сто раз, да вырасти, они вам не верят. Здесь и сейчас этого нет, да поэтому очень сильно переживают. Неустойчивая самооценка, это связано с тем, что начинают сопоставлять себя с кем-то, что-то сравнивать, и вдруг они лучше, я хуже, да? И поэтому это трагедия, да? Ну как это так вот? Вот неустойчивая самооценка, это еще связано с тем, в общем-то самооценка это вопрос из семьи, самооценка формируется в семье. Если родители говорят и поддерживают ребенка на любые его неудачи, говорят, мы с тобой справимся, у тебя есть силы, у тебя есть потенциал, да? То формируется высокая самооценка и неустойчивость в подростковом возрасте нормально, а если родители говорят, ну сколько можно, ну что это такое? И что ты на себя напялила, и что это ты из себя представляешь, и ты всегда будешь учиться так плохо, да? То формируется неадекватно заниженная самооценка. Особенности подростков психологические, на которых все-таки хорошо еще обратить внимание. Смотрите, задача, вот в чем, почему бедные наши подростки не знают, как говорят русские люди, куда бечь, да? Почему? Потому что с одной стороны хочется быть уникальным, индивидуальным, чтобы тебя заметили. А с другой стороны существует такое качество, как конформность, то есть желание слиться с группой, быть как все. И вот здесь смотрите, какое противоречие у ребенка. С одной стороны ему хочется выделиться, быть уникальным, а с другой стороны быть как все. Он боится выделиться из толпы, но при этом хочет быть уникальным. Вы представили его состояние? Вы представили, как это дискомфортно? Я надеюсь, что мы поняли о том, что ему от этого дискомфортно. Фактор неудобного поведения для нас, вот в основном психологи выдали четыре основных факторов, хотя ребенок может себя вести по-разному, прежде всего цели неправильного поведения. Какие могут быть? И вот сейчас мы с вами рассмотрим эти цели для того, чтобы вы потом поняли, а что ребенок вообще хочет этим своим поведением доказать? Это привлечение внимания. Начинает формироваться как личность, хочет внимания, хочет поддержки. И если вот не получает достаточного внимания, которое от родителей, от социума, он начинает пытаться привлечь внимание путем некой такой, вот смотрите, лени, неопрятности, иногда суицидального поведения, забывчивости. То есть что в этот момент происходит? То есть ребенок себя как-то так вот винет. Вот я не хочу, например, делать уроки. Да? Или жить там у себя в спальне. Что делает мама? Она ему 20 раз говорит, потом вдруг она встает, и он получает от нее эмоцию. Ну, наконец-то, да? Все. Он получил эмоцию, он получил свою порцию внимания, успокоился на какое-то время, да? Следующая цель – это борьба за власть. Вот, он начинает взрослеть, да? Для того, чтобы еще больше почувствовать свою взрослость, он хочет показать всем, да? И он начинает бороться за эту власть. Но он не будет бороться вообще честно. Все ваши договоренности с ним он будет делать только собственную пользу, да? И поэтому, в общем-то, его борьба за власть, она соответствует его психологическим как бы особенностям. Но при этом вы должны знать, что если вы отдадите эти позиции, когда он в подростковом возрасте, да? Не факт, что он справится с этим. То есть, если родитель, ну, все-таки решил, да, вот подросток активно, там, то-то, 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 его активности хватает только в рамках его компетентности. А его компетентность, поверьте, в 14-летний столь велика. И по решению вопросов, в том числе организации собственной жизни. Поэтому все-таки борьба за власть – это тоже некая неудовлетворенность с существующими взаимоотношениями, желание навязать свою точку зрения. Месть. Если ему не удалось занять место в группе, почувствовать себя нелюбимым, отвергнутым, он начинает мстить. Да, то есть он начинает мстить миру за то, что мир его не принял. Когда человек мстит, он чувствует, что он владеет ситуацией, что он владеет миром. Хотя это иллюзия, сами понимаете, да? Но вот так он пытается решить проблемы. И если его стиль поведения остаётся таким же и во взрослости, то чаще всего это поведение не приводит к тому, чтобы завести друзей, к тому, чтобы комфортно общаться. Чаще всего это человек, как мы говорим, высокомерный, заносчивый. То есть формирование вот таких качеств характера. И четвёртое. Симуляция неспособности, неадекватности. Вы знаете, вот с этой целью чаще всего мне приходится работать. То есть приходит подросток и говорит, а я это не могу, у меня это не получается. И мама говорит, да вы знаете, он же такой больной, у него же вегетососудистая дистония. А на самом деле такой диагноз вообще есть он, нет. Говорят, врачи когда не знают, что ставят, они ставят вегетососудистую дистонию. Вы знаете, он такой ослабленный. И при этом ребёнок, о нём заботятся. Он может продолжать оставаться в своём инфантильном состоянии. Он может продолжать оставаться в таком беспомощном состоянии. И мы тогда что делаем? Если это мальчик, мама его вынянчивает, вынянчивает в жене, как переходящий приз. То есть фактически он может и не повзрослеть. То же самое с девочкой происходит. Мы получаем инфантилизм, эмоциональную незрелость и, как ни странно, заниженную самооценку. Потому что он свою жизнь передаёт в руки кому? Кому угодно, только не себе её забирает. Что же делать нам с этим? Старайтесь уделять только положительное внимание. Ну, например, рекомендуют психологи, негативное поведение игнорировать, а позитивное поведение поощрять, как угодно, улыбкой. Как почувствовать ребёнку его значимость? Попросите в советах в какой-то области, что он действительно знает, чтобы он почувствовал, что действительно. Вот здесь вот, да, вот я там лучше знаю. Если это месть, ни в коем случае нельзя мстить, да. И здесь, если ребёнок настолько озлоблен, что готов мстить, вот здесь нужно максимальное эмоциональное включение в ребёнка, да. И симуляция неспособности. Никогда не сравниваем ребёнка с другими, никогда. Особенно, если у кого-то есть братья и сёстры, да, то есть твоя сестричка сделала лучше, чем ты, никогда, потому что это приводит к конфликту. Сравниваем ребёнка только с ним самим. А вчера у тебя вот это получалось лучше, да, чем сегодня. Нет, сегодня у тебя замечательно по сравнению с теми вчера, да. И не усиливайте неуверенность каким-нибудь необдуманным словом или действием, да. То есть таким детям нельзя говорить, ой, ну что ты вот это взял, у тебя всё равно не получится. О, куда ты там записался в кружок юного, там, у тебя всё равно не получится. Это усиливает и неспособность их. В процессе общения у родителей по освещенной теме возникли вопросы, которые они просто и без стеснения могли задать Наталье Юрьевне. Моей внучке 13 лет. Она часто выходит в одноклассники. Это, вот я считаю, что она как бы акселерат. Не придёт ли это какое-то дальше зависимости? Социальные сети, одноклассники и контакты, они нам дают максимальное количество это общение, да. То есть если выйти на улицу, нужно пообщаться с двумя-тремя друзьями, то сидя в социальной сети, мы можем одновременно вести общение, да, там, с десятками либо людей своего пола, либо противоположного, либо разных возрастов. Когда следует вообще-то бить тревогу? С одной стороны, мы понимаем, что они удовлетворяют потребность в общении, да, но с другой стороны, мы говорим о том, что здесь нужно, у нас обязательно будет тема, как вообще детям общаться в интернете для того, чтобы не попасть в сложную ситуацию, потому что в интернете разные люди, да, и там могут и психологическое давление оказывать, и заставлять детей что-то делать, не нужно им, да. Самое главное, если общение, то есть если вы заботливые родители, да, желательно не взламывать странички своих детей, да, это категорически это нарушает доверие к родителю как таковому, да, желательно, чтобы ребёнок всё-таки вам рассказывал, а что сегодня было интересного в интернете, да, а кто кому подарил смайлики, а кто кому подарил букетик, да, то есть вот здесь, когда ребёнок начнёт рассказывать, вы, в общем-то, будете понимать, что в круге общения вашего ребёнка находятся его ровесники, и это нормально. Когда следует всё-таки интенсивно вмешаться, когда ваш ребёнок занимается интернет-общением ночью, когда это начинает мешать учёбе, когда он берёт сотовый телефон на уроке и продолжает там общаться, тогда нужно своим волевым усилием это ограничивать, но полностью лишать детей общения, это нецелесообразно, именно потому, что их возраст является активным для общения, именно здесь они отрабатывают свою взрослую позицию. Вот утро, частая смена настроения, значит, вот ребёнок встал, и действительно, это такой вот маленький начальник, потому что не хочется ему как бы портить настроение, потому что впереди школа, вот, и вот как бы погода в доме зависит, с таким настроением мой ребёнок встал, и я пытаюсь выяснить, что случилось, что произошло, вот, потому что, ну, совершенно действительно без причины. Надо ли вот действительно постоянно выяснять, или вот оставить его, и это настроение просто само собой поменяется, вот как правильно себя вести в этой ситуации? Раздражённая нервная система. Что произошло? Да ничего не произошло. Ну, вот, вот так, вот, встал с раздражением. И когда вы задаёте вопрос, что же с тобой произошло, да, то есть это раздражение, да, то есть ответить вам ребёнок не может, он просто встал раздражённым. Вот таким образом сработал его организм и отреагировал на, может быть, там выплес гормона был ночью, да, очередной, да, и на выплес гормона. И когда вы спрашиваете, что же произошло, что же случилось, то есть вы как мать, как заботливая мать, и вас понять можно, вы хотите, что, ну, что-то, если случилось, быстро-быстро устранить эту проблему и решить, помочь ему, да, но при этом вы должны знать, что вот эта ваша сверхзабота, да, и желание устранить проблему и решить за неё проблему, да, ведёт к некой такой застревании в детскости, в детском возрасте, да. Но при этом ещё второй момент. Ребёнок не знает, что вам сказать. Но он сам не понимает, что происходит. И поэтому допытываться у него, что же, особенно если это утром, особенно если он был вечером на ваших глазах, да, и что делать в этой ситуации. Но прежде всего вы отметили это настроение, да, и можно сказать, смотрите, мы можем просто подтвердить. «Сынок, я вижу, что ты сегодня стал раздражённым». О чём это говорит? Мама заботливо, она видит. Она не игнорирует моё раздражение. И при этом она меня не достаёт этими вопросами, на которые я не молода. «Сынок, я вижу, что ты сегодня стал раздражённым». Ты знаешь, кружка хорошего, тёплого, сладкого чая иногда успокаивает. Да? И всё. И этого достаточно. Другой разговор, если ваш ребёнок пришёл со школы, и это настроение долго, и он закрывается в своей комнате, и что-то там происходит, и происходит очень долго, день, два, три, тогда можно, да? Тогда можно, тогда можно. А вот это ситуативное, мы с вами говорили, эмоциональной изменчивости и лоббильности, оно, в общем-то, свойственно. Главная ваша задача – констатировать этот факт, сказать, что вы увидели, то есть проявить заботу. Моему ребёночку, 14 лет девочка у меня, да, и когда я делаю какие-либо замечания этому ребёнку, она постоянно говорит мне, что я взрослая, я сама всё знаю, не надо мне ничего указывать. Ещё одной психологической особенностью подростка является формирование так называемого чувства взрослости. Да? Чувство взрослости, оно проявляется быть, чтобы все взрослые и сверстники относились к нему, как ко взрослому, да? Чтобы и мама приняла его как взрослого человека, и папа, и сверстники. Чувство взрослости – это чувство, которое возникает у подростка как раз в момент отделения от родителей. Для чего это нужно? Есть такая закономерность, она, скажем, описана в классической психологии, что чем раньше подросток взрослеет и ощущает себя взрослым, компетентным, ну не во всех, конечно, вопросах учёбы, да? Вот скажите, пожалуйста, честно и откровенно, кто не контролирует учёбу своих детей? Ну, то есть как бы раз в неделю подписываем дневник, да? И не спрашиваем, что ты сделал, как… Мы знаем, что ребёнок, да, мало кто из современных родителей не контролирует учёбу своих детей. И не потому, что наши дети, а потому, что мы боимся, что он сделает что-то не так, что он что-то недоучит, что он где-то там как-то, да, получит двойку. Это говорит о том, что мы ещё ему совсем-то не доверяем, как взрослому, хотя в 13-14 лет ребёнок уже способен взять ответственность и за учёбу, и за свою одежду, в смысле не покупать одежду, а заботиться о ней, да, и за свою комнату, и приготовить маме ужин, обед и завтрак, да, то есть он может много чего, но не всегда мы можем доверять своему ребёнку. Так вот, когда ваша девочка говорит о том, что я уже взрослая, она как бы напоминает всё время об этом маме. «Мама, я уже взрослая», а мы по инерции, думая, что они ещё дети, продолжаем их контролировать, продолжаем их, решать за них вопросы какие-то, продолжаем их учить, морали читать какие-то, да, ну разве ты не понимаешь, что вот это нельзя, вот это нельзя и вот это некрасиво? На самом деле дети с 5-8 лет уже всё понимают. И вот всё, что вы заложили в этом возрасте, в 5-8 лет, если вы сказали, что это пол, а это потолок, он уже будет знать. А если вы в 14 лет говорите обратное, он уже вам не будет верить. Поэтому всё, что заложено в 5-8 лет, это основа личности. И поэтому читать морали подросткам считается совершенно нецелесообразным. Они прекрасно знают, где лево, где право, где чёрное, где белое, где правильно, где неправильно. Другой разговор, что они не всегда делают как надо, это совсем другой разговор, да, это как раз-таки совершенно другая ситуация, да, это как раз-таки желание. Вот я сейчас вам покажу, что я взрослый, например, я начну курить, взрослые же так делают, или я начну сопротивляться тебе, мама, да, я начну тебе, мама, сопротивляться и скажу, мам, ты посмотри, я же взрослый, я же могу. Хотя, в принципе, на этом пути набивают ошибки, набивают шишки, делают, и это правильно, только собственный опыт является значимым и важным. Поэтому чувство взрослые – это новообразование подросткового возраста, и поэтому, когда ребёнок говорит, мама, я уже взрослый, это нам такой жёлтый сигнал светофора. Значит, мы где-то забылись, значит, мы где-то какие-то вопросы, так и продолжаем за него и решать. Вы мне ребёнку 8 лет. Правильно я делаю, что я не отпускаю собулять самого даже возле дома. У вас в доме, в чём заключается опасность? У вас есть? Ну, я как бы переживаю, чтобы он никуда не влез, не попал под машину, как бы у нас нет проезжей части рядом, но всё равно гаражи есть, машину сюда не проезжаю. Если у вас есть вот такое волнение, но нет у вас реально какой-то опасности во дворе, то есть у вас не трасса, там, мкад, я не знаю, не какие-то там кусты или что-то такое опасное, более целесообразно выпускать ребёнка, но при этом держать его в поле зрения. При этом держать его в поле зрения. И очень важно определить с ребёнком границы его, как бы, да, то есть куда. Но это не должно быть с вами сказано, что ты знаешь, вот давай, вот сюда не ходи, сюда и ходи, а там, да. Вы должны с ребёнком, прежде чем, потому что ваше волнение понятно. И мы не можем сказать, так, вот иди гуляй, а сами будем волноваться. Это неправильно, потому что ваше волнение, оно потом передается ребёнку, ребёнок становится тревожным, напряжённым, да, он уже не может спокойно расслабиться и гулять. А прогулка – это, в общем-то, желание расслабиться, да. То есть вы должны обсудить с ребёнком, и если вот он будет, говорит, мам, я хочу вот туда-то, вы должны с ним сказать, вот ты знаешь, когда ты уйдёшь с поля зрения, я, наверное, вот буду волноваться, потому что у тебя нет. Давай, пока мы первые полгода, да, вот таким… Договориться. Да, попробовать договориться, но я так думаю, что ваш ребёнок 8 лет уже потихонечку готов. Единственное, что нельзя ребёнка отпускать там где-то ближе к трассе, где-то в лесополосу или куда-то, это категорически особенно, да и вообще как бы у нас опасная зона, там лучше никого не отпускать. Девочке 14 лет, она не употребляет и категорически на дух не переносит всех употребляющих. Вот в чём проблема. У неё идёт взгляд на мир через розовые очки и невосприятие, допустим, девочек, которые курят. Причём невосприятие такое достаточно жёсткое даже иногда. Не грубое, но… У вашего ребёнка сработала неосознанная генетическая защита. В чём она проявляется? Есть такая пословица замечательная русская, да? Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. И это правильно. Она стопроцентно проверена времени и веками. И если ребёнок, уважаемые родители, начинают общаться в той компании, где курят, пьют, употребляют, рано или поздно, даже если вот мне иногда, мне пришла однажды девочка и говорит, я вот воинствующая, я вот вхожу в эти компании и всем им рассказываю, что этого делать нельзя. Понимаете? Не хватит ресурсов у одного ребёнка переломить всю компанию. И там два варианта. Либо ты входишь в конфликт и конфронтацию с этой компанией и конфликтуешь, либо ты становишься таким, как и они. Так вот, у вашего ребёнка сработала генетически охранительная такая вот функция. И если она не хочет общаться с девочкой, которая курит, она имеет на это право. Другой разговор, как это она ей говорит. Если она говорит очень жёстко, она говорит конкретно, там, не знаю, там, с оскорблением, это, конечно, не очень корректно и очень толерантно. А если она говорит о том, что твоя вредная привычка, ну, мешает мне спокойно тебя воспринимать, она не хочет быть в этой среде. И я её поддерживаю. А как быть, если не хватает времени? Потому что у нас все работают и работают. Да. Особенно если там, допустим, кто-то посменно. Ну, просто физически не хватает времени на общение с ребёнком. Наша задача – заменить количество времени на качество. Вот давайте честно, откровенно я у вас спрошу. Можете ли вы выделить для общения со своим ребёнком 20 минут времени? При всей загрузке, которая у вас есть, да? Но прежде всего, как это должно происходить общение? Прежде всего, вот как сегодня нам сказали, отключаем сотовые телефоны. И вот в эти 20 минут вы принадлежите только ребёнку. Вы можете вспомнить свою ситуацию детства. Вы можете с ним похохотать, вы можете с ним пообниматься. Вы можете с ним сказать, ну, что тебя сегодня взволновало? Слушай, а что было интересного? Ты что-нибудь узнал там в этой школе, в которую ходил, да? Пусть это будет юмор, но это должно быть 20 минут, посвящённое только ребёнку, да? Общайтесь со своим ребёнком, задавайте ему вопросы, которые искренне вас интересуют, да? Но это должно быть каждый день. И ребёнок будет знать, что бы мама ни делала, но в 8.20 она принадлежит только ему. И тогда ему не надо будет искать на стороне того эмоционального тепла, того, чего он не добрал. Важно, чтобы ребёнок знал, что с любой ситуацией, с проблемной, он придёт к родителю, и он будет всегда рядом с ним. Главная задача – выслушать, мама, выслушать, что было. Задать наводящие вопросы, да? А ну-ка расскажи мне, а что он сказал? А что ты сам думаешь по этому поводу? А как бы в следующий раз ты в этой ситуации поступил? А как бы дальше, вот если такая ситуация будет, как ты поступишь, да? Тем самым мы стимулируем активность ребёнка, и тем самым ребёнок сам принимает решения. Но при нашем активном, мы же рядом, да? И тогда мы с вами знаем, что с нами он принят правильное решение, потому что мы рядом. А если он пойдёт на улицу делиться, да? То там научат, как делать это, возможно, неправильно. Разговор получился очень занимательный и животрепещущий. Вопросы, рассматриваемые на встрече, вызвали большой интерес у слушающих. Нужны ли людям такие беседы? Сейчас я, в принципе, получила достаточно много ответов на свои вопросы, вот внутренние. Где я права в общении со своим ребёнком, где я не права. Поэтому я рада, что я сегодня здесь присутствовала. И я считаю, что цикл передачи, если он будет, многое будет значить для родителей. Это интересно и важно будет многим родителям. Потому что даже для себя я здесь что-то пересмотрела, что-то поняла, осознала. Даже бывает так, что что-то знаешь, ну, как бы это знаешь и знаешь, а вот когда-то услышишь со стороны и по-другому на это начинаешь смотреть, или как-то применить уже можно к себе. Воспитание детей – процесс всегда очень сложный, требующий знания, мудрости и, конечно же, любви к детям. Сколько бы ни было лет ребёнку, в любой момент может возникнуть проблема. Решить её можно самостоятельно, а можно и обратиться к психологу. Консультация в центре, руководитель которого Наталья Юрьевна, бесплатная и абсолютно анонимная. Пожелаем родителям мудрости в общении со своими детьми. И мы очень надеемся, что такие беседы будут иметь продолжение и принесут положительные результаты.